Успеть вывести снежные осадки с жилых территорий, пока они не превратились в лужи, одна из главных задач коммунальных служб в эти дни. Болевых точек на карте города много, а сформирован маршрут оперативного реагирования. Это те места, куда в первую очередь направляется тяжелая техника. Первоочередная задача стоит, это Д-мик район, улица Урусова, от Лесного-1 в сторону юности Шаима, от улицы Космонавтов со стороны микрорайона Лесной. Вот этот участок пройдем. Есть еще немного снега, там где вывозим, немножко осталось у нас 2.46, 2.44 вывезти. Надеюсь, сегодня эту работу закончим. 1.10, потом перейдем, там две кучи снежных у нас есть. Вопрос с очисткой и вывозом снега на контроле местных властей. Свой рабочий день глава Урая Тимур Закирзянов начинает с объезда города и выездного совещания. Поручение профильным службам. До конца недели ситуацию в жилых микрорайонах, а также в частном секторе нормализовать. Тяжелая спецтехника подрядных организаций, выполняющих муниципальный контракт, работает в усиленном режиме. На помощь пришли городские предприятия и сервисные центры. У нас очень дружная команда предприятий города, и в этот раз они не остались равнодушными. Предприятия, такие как и наши городские, это Одоканал, Теплоэнергия, и сервисная организация, и ПУ-сервис, например, Турсунд. Эти предприятия нас очень хорошо и постоянно выручают. Завтра еще такие предприятия, как НПО-сервис, и ТПП Уранефтегаз обещают нас поддержать. И в среду, четверг и пятницу мы усиленно будем уже всем фронтом работать по максимальной расчистке очень сильно подтаявших проездов. Благодаря дополнительной помощи городских предприятий удалось организовать вывоз снежных осадков и расчистку проездов сразу в нескольких микрорайонах одновременно. Нагруженные доверху тяжелым снегом самосвалы направляются на полигон. Там, где снег уже превратился в лужи, дорожники отпаривают ливневые колодцы и каналы, чтобы талым водам было куда уйти. Проблема в том, что пока зима еще до конца не ушла, это ливневые стоки, они зачастую замерзшие, в воде банально уходить некуда. Поэтому сегодня парогенераторные установки используются для того, чтобы оттаивать ливневые стоки. Дано поручение привлекать аварийно-спасательные бригады, использовать осенизаторские машины и всем, скажем так, фронтом ставить насосы, откачивать это емкостями. Весна движется семимильными шагами. Уже к выходным синоптики обещают днем до плюс 10, а ночью до плюс 3 градусов. Учитывая такие прогнозы, урайские коммунальщики торопятся. Важно не допустить критических ситуаций. Там, где они уже назревают, реагировать в первую очередь. Гузель Иванова, Александр Русков. Наши города.